Когда восстановится биткоин? Новое закрытие бир в Японии? И на что делают ставки? Представитель Wall Street Goldman Sachs. Об этом более подробно в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! И снова токены дружно попадали вниз, а биткоин и вовсе весь март весьма волатилен. Общая капитализация криптовалютного рынка колебалась в промежутке от 270 до 350 млрд долларов США. Несмотря на то, что на этой неделе курс биткоина достиг уровня 9000 долларов, этот подъем был краткосрочным, и на сегодняшний день цена упала ниже 7000 долларов. Аналитики прогнозировали, что в марте биткоин сможет подняться до 11000 долларов, но рынок сохранял свою собственную динамику, как и есть вероятность того, что еще несколько дней будет весьма волатилен. В последние дни было немало новостей, которые повлияли на снижение курсов, так, например, массовые запреты на рекламу в социальных сетях и поисковиках. Но есть и другое мнение, которое говорит, что дело не в новостях вовсе, а в том, что рынок демонстрирует трудности с восстановлением от 72% коррекции. Это третья по величине коррекция для биткоина. И как часто это бывает, после сильной коррекции крипторынок, скорее всего, упадет на несколько месяцев, прежде чем снова начнет подниматься. За короткий промежуток времени в общей сложности пять бирж Tokyo Gateway, MrExchange, Raimo, BitExpress и BitStation отозвали свои заявки на лицензирование и приостановление своей деятельности в Японии на фоне ужесточения государственного регулирования криптовалютной индустрии. На ужесточение контроля повлиял взлом CoinCheck, в результате которого было украдено 532 миллиона долларов. Как сообщает Nikkei, это часть общей тенденции, и, скорее всего, в ближайшее время будут закрыты и другие биржи, поскольку они не в состоянии выполнить требования японских регуляторов. Что касается регулирования криптовалютного рынка, Япония является одной из самых перспективных стран в мире. Особенно принимая во внимание тот факт, что в этой стране произошли две крупных кибератаки на бирже, а именно CoinCheck и Mt. Gox. Goldman Sachs делает ставку на золото и предполагает, что металл превзойдет ожидания трейдеров. Как сообщает Goldman Sachs, рост инфляции, повышение процентных ставок и повышенный риск коррекции на фондовом рынке делают золото привлекательным для вложения. Золото опережало рынок в четырех из шести последних циклов ужесточения политики Федеральной резервной системы. ФРС повысила диапазон ставок по федеральным фондам на четверть процентного пункта на прошлой неделе и, как ожидается, сделает это как минимум еще два раза в этом году. С начала 2018 года золото торговалось в диапазоне от 1300 до 1370 долларов за унцию и вернулось к своему годовому максимуму в конце января. Выпуск был подготовлен при содействии Forex Magnates. Я желаю вам отличного дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok